Всем здравствуйте! Это письмо от Анонима. Сейчас я зачитаю историю, дам свои комментарии и рекомендации. То же самое вы можете сделать в комментариях под видео. Подписалась на ваш канал, так как именно вы сможете дать ответ на вопрос, имея опыт жизни в Турции и зная менталитет людей, а также психологию, конечно. Очень мне нравятся ваши грамотные разборы на канале и ваши мудрые рекомендации подписчикам. Спасибо. Посмотрев историю на канале про турецкого бабника, решила написать вам свою историю. Дело в том, что я познакомилась с турком в Германии тоже через инстаграм. Мне 27 лет, я из Украины, а ему 28 лет. Знакомому две недели, виделись пять раз. Но меня немного удивляет и пугает, как быстро развиваются события с его стороны. Зная меня так мало, он каждый день зовет меня гулять, забрать с работы, постоянно мне пишет. Держит за руку, когда мы идем с ним к машине, например. Очень много комплиментов о том, какая я красивая, как я ему нравлюсь. Ему даже поставил мое фото себе на заставку в телефон. Напомню, девушка сказала, две недели не общаются. Но это да, что-то, что-то, ту мач. Дарит цветы, всякие сладости. Однажды мы ехали в машине, ему позвонила мама из Турции. Он разговаривал по видеосвязи, он без моего разрешения показал меня своей маме. А потом мы ходили в ресторан его родственников. И там встретили его папу, с которым тоже меня он познакомил. Блин, реально, две недели только вообще. Эмоции и ураган целый. В общем, признавался мне, что уже влюбился. Я держу дистанцию, и он это видит. Конечно, мне приятно его ухаживание, но есть сомнения и опасения из-за его такого активного проявления. Я никогда раньше не имела отношений с турками. Они, видимо, эмоциональны, их чувства быстро вспыхивают, но могут, наверное, также быстро угаснуть, когда они добиваются своего вопросительного знака. Еще я навела на меня некие сомнения, одна ситуация. Мне прислала сообщение, какая-то девушка в инстаграме попросила передать это сообщение моему турку-ухажеру. Девушка по имени и фамилии не украинка, и сообщение было на турецком языке. Кстати, общаемся мы с турком кое-как на немецком, но у него очень плохой разговорный. Он, прочитав это сообщение, как-то запереживал, удивился. Также, а потом начал смеяться, типа, я спросила, откуда эта девушка вообще знает про меня, и что вообще случилось, что это такое. Он, внятно, ничего не смог мне сказать. Сказал, что это девушка с его работы, у нее есть муж, ребенок на самом деле. Мы как раз были вместе тогда, и я при нем стала писать этой девушке на русском языке, и спросила, не состоит ли она в отношениях с этим турком, откуда она вообще обо мне знает. Она изначально ничего не хотела говорить, но сказала только то, что турок ее обманул. Когда-то причинил боль и заблокировал ее. Ей было очень неприятно, и она передала сообщение это ему через меня. А обо мне она узнала от друга этого турка. Я сказала своему ухажеру, что если у него какие-то отношения, или еще он мне с чем-то там врет, тогда нам нужно прекратить общаться. Если честно, было по его лицу видно, что он очень расстроился. Я вижу, что нравлюсь ему, если он не актер, конечно. В первую нашу встречу он был так растерян, что у него просто в прямом смысле тряслись руки. Сам по себе он скромный, какой-то тревожный, я бы сказала, даже замкнутый. В общем, на следующий день мне написала эта девушка и сказала, что ответит все-таки на мои вопросы. И она не хочет, чтобы просто турок об этом знал. Она сказала, что знает, что он общается со многими девушками, любит писать им в инстаграме и проводит с ними время и общается. Она рассказала мне, как проходила их первая встреча, и что он писал, говорил ей те же самые слова. Она приглашала гулять, показывала зачем-то свои права немецкие, паспорт ей, как и мне, показывала, где он работает и так далее. Но она сказала, что отношений у них не было, и все закончилось на нескольких встречах и свиданиях. Но было что-то у них там или нет, конечно, я спрашивать дальше не стала. Эта девушка объяснила, что была обижена, что он просто пропал и обвинил ее, что она чем-то его сильно обидела, но по итогу ничего ей не сказал. А потом она узнала, что он познакомился тогда уже со мной, поэтому и перестал с ней общаться. А еще она говорила, что на работе у него репутация бабника. Правда это или нет, я не знаю, и какие цели преследует эта девушка, мне тоже не ясно. Мне показалась она приятной, хорошим человеком, было видно, как ей больно на самом деле. И я так сильно начала сомневаться в этом турке, что хотела прекратить даже общение и не тратить свое время на этого актера. Рассказала этой девушке, как он ухаживает за мной и как проявляет себя ко мне, на что она очень удивилась и сказала, «Да уж, это на него не похоже. Ну, возможно, он и действительно полюбил тебя, и с тобой у него изначально все будет хорошо. Наконец-то он перестанет врать всем женщинам». Я была в недоумении и вообще ничего не понимала, что происходит, кому верить. Он толком не отвечал, кто такая эта девушка. В общем, я решила с ним серьезно поговорить на эту тему, посмотрела его подписки в Инстаграме. Что я увидела? Много девушек из Украины, видимо. Он действительно многим писал и знакомился в Инстаграме. «Слушайте, а две недели? Вы что, раньше-то не посмотрели сразу? Деологи, пока вам не написали?» Я сказала ему через переводчик, что если он общается со многими до сих пор и лжет мне, тогда мы сразу прекращаем отношения. Я не буду тратить свое время на него просто так. Он сказал, что общение было до встречи со мной, и он сегодня же отпишется от всех, с кем у него были какие-либо отношения интимные и так далее. Что он давно хотел вообще найти свою любовь, и отношения ему больше не нужны вот такие вот всякие переписки. Он просерьезное. Я проверила, он действительно удалил почти всех девушек в Инстаграме. Зашла в Фейсбук, но там все осталось по-прежнему. Еще и номер телефона его в открытом доступе, смайлик. То, что у меня есть аккаунт в Фейсбуке, он не знает. «Галина, как мне быть? Доверять ему или нет?» И на что обращать внимание, не показывает ли он специально сказку в течение двух недель, или же наоборот, есть какие-то проявления от турецкого мужчины, что все это серьезно или нет? Буду рода вашему ответу и разбору на канале. Заранее спасибо. Сразу скажу. Держим его на расстоянии 100%. Здесь мутное все. Я думаю, что 50 на 50 надо брать. 50% правды и лжи от него, 50% лжи от этой девушки и правды. Мне тоже интересно, что это она за... Она по нему сохнет, у нее обида. И она, конечно же, решила подговнякать и вам эту ситуацию. Такая типа, «Я там, передайте ему сообщение, я не могла до него дописаться, он меня заблокировал». Конечно, чтобы у вас начались разборки, подговнякать, дай бог он с вами расстанется, и потом, может быть, к ней прибежит еще. Поэтому вот эти 50% ну такое себе. Сильно ее добренько, хорошее, как бы не рассматривайте, да. Что я хочу сказать. Да, скорее всего, он такой есть бабник. И кто не говорит, что бабники не влюбляются, что у нее с вами может быть действительно любовь, морковь, все по-серьезному, вполне возможно. То есть мы можем ему дать шанс. Про эту девушку, ну, узнали, приняли к сведению, больше с ней не контактируем, не общаемся, ни в каком случае не дружим, не втеряемся в доверие. Она может быть тип-так и подружка, а потом он где-то вам подсирает потихоньку. И вообще такие козни могут быть. Она, если с его другом общается, который про вас рассказал, понимаете, она вхожа в его какой-то круг общения. Про себя ничего, с ним не разговаривая, не разговаривая. Вы уже допустили ошибку, уже выложили, как он за мной ухаживает. Вы уже пообсуждали. Слева и деваха какой-то. Кто знает, какой у нее план? Она все пришла, узнала. Сейчас там подговнякает вам как-то. Про вас кем сплетни распустили, что он вас бросил, например. Просто тупо изместе. Не доставайся ты же никому. Почему не вариант? Поэтому про себя ничего не... Все. Спасибо, дорогая. Интересно было, занимательно. Мы там сами с ним как-нибудь разберемся. Вот с ней вот так закончили. Про него. Для меня показательно, что он потер инсту, а фейсбук оставил еще и номер в открытом телевом доступе. То есть всякие там... Познакомился в личку, в инсте, не подписываясь, например, общается условно. А в тиндере каком-нибудь... Фейсбук, пожалуйста, ссылочка. Все в доступе. Общаемся. Номер открыт. Как бы инстаграм, он явно потер для вас, для вида. Фейсбук очень важен для турок. Там вся родня, вся семья, самые близкие, как правило. И даже если у человека нет в соцсети, но фейсбук, как правило, какая-то мертвая страничка без фотографий. Она практически у всех есть. Там и тети, и дяди, и кузины, и кузены, и соседи, и коллеги. Там будут все. Именно реально в ближний круг. Хотите что-то найти про турка? Лезьте в фейсбук. Если он вам звездит, что у него фейсбука нет, скорее всего звездит. Все есть. Просто каким-нибудь вторым именем, там, я не знаю, прозвищем, которое было у него в семье. Короче, напрячься поискать, можно будет, что-нибудь найдете. Поэтому, если он не почистил фейсбук, никого там не удалил, именно с каких-то девушек, всяких иностранок, это для меня показательно. На самом деле, короче, мы можем принять на заметку эту историю. Дальше отслеживать. Про общение с ним. Да, турки такие любят, это окутать любовью, заботой. И вообще, он очень сильно, я бы вообще напряглась, если честно. Если мы берем психологию, даже не про турков историю, что-то слишком он нарушает границы, слишком напористый, возможно, я не скажу, там прям абьюз какой-то скрыт. Может, он, конечно, так старого лопа башни, он супер-мега влюбился, но если у него есть репутация общения с женщинами бабника, я сомневаюсь. Бабники влюбляются не так импульсивно, эмоционально, они влюбляются со временем. Знаете, что, у них есть страхи, я про это недавно видео у меня было, он влюбляется в кого? В ту девушку, вот такой бабник, шастающий по бабам, он влюбится в ту, кто будет вызывать доверие, заботу, защиту, и которая будет закрывать его тревожность. Надежная. Для этого нужно время. Поэтому, он в вас это так быстро, тревогу, закрытие надежности, он не мог это считать. Если он реально бабник, то ему нужно время самому выработать доверие к женщине. Понять, что она ему нужна, преодолеть свои какие-то эти страхи и так далее, чтобы переключиться на серьезные отношения. Для этого нужно время проверить всю эту историю временем. Соответственно, у вас такое две недели. Больше показателей на то, что он пытается вас охмурить. Я не думаю, что за этим абьюз какой-то, скорее всего, стоит. Но имейте в виду, что всякие абьюзивные и все прочие, они вот про эту тему, они очень быстро нахрапом эмоционально, любовь-морковь, чтобы вы потеряли голову, быстренько влились в эти отношения, почувствовали свою какую-то ответственность, а он бы начал манипулировать, дергать и так далее. И обвинить. Но сейчас не про это, он с таких признаков. Это я так в общем рассказываю. Сейчас в письме расположенности к этому не было. Что вам я бы порекомендовала делать? Держать его точно на расстоянии. Смотреть Инстаграм, 100% мониторить. Ушки на макушке с ним. С этой девахой больше не общаемся никак. Она нам может только испортить эту всю малину. Ну, смотрим, проверяем его. И больше внимания к его Фейсбуку. Посидите, пошерстите, посмотрите, пооткрывайте странички, кто что, откуда, какие общие друзья и так далее. Вы четко поймете, кто там семья, кто нет, кто друзья. Если у вас наберется хороший такой список вот этих всяких баб странных, бабцов, то вы, по сути, если мы берем уже менталитет турецкий, девушка-турка вправе давить на него и из Фейсбука удалять всяких баб. Бывших, прошлых, просто подружек. Я всегда говорю, в Турции дружбы между мальчиком и девочком нет. У нас есть либо были отношения, либо будут, либо мы хотим, чтобы они были. И турчанка не одна не позволит разводить у себя в подписках, в соцсетях гарем какой-то. Это не окей и не норм. Она прошерстит каждую, по каждой будет объяснение, а в идеале вообще она услышит объяснение, но у нее это отойдет, история, а то, когда ты удалишь. Вот удалил везде всех, заблокировал при этом. Все, к тебе есть доверие. Только так с ними, поверьте. А из разряда ну он же мне объяснил, я видела переписки, там ничего нет, ну пусть они висят, зачем они висят, болтаются? Для турка значит это какой-то потенциал. Вам нужен парень, у которых потенциал с другим бабами? Ну, наверное, нет. Поэтому я вам даю 2-3 месяца, через 3 месяца вы увидите, вообще вам сразу все станет понятно, поверьте. К этому моменту он либо успокоится, либо еще что-то вылезет, либо вы поругаете, баба нарисуется, он себя как-то проявит, но через 3 месяца вы четко поймете, нормальное это отношение или нет. Поэтому я вам советую держать дистанцию, а дистанция это мои личные границы. Если мне что-то не нравится в его действиях, я ему об этом говорю. Я не делаю то, что мне не хочется. 3 месяца достаточное время, чтобы вскрыть, если это абьюз, нездоровый какой-то человек, почему он так лезет по личным границам, топчется, и вот как бронетранспортер все давит на своем пути, это достаточное время все это вскрыть, узнать. Он маску долго держать не сможет. 3 месяца оптимальный формат. Поэтому вы ничего не теряете, тусуетесь, приятно проводить время, вам дарят цветы, общайтесь, пожалуйста. Я бы посоветовала дальше отодвигать интимную близость какую-то тоже. С ним держите подальше, именно в этом случае с ним это будет полезно. Увидеть его поведение, бабник, не бабник, это все вскроется. Месяц я даже больше даю, месяц еще максимум, даже 3 месяца не понадобится, вы все поймете. А через полтора-два месяца мне напишите, какой там результат в сентябре месяце, расскажете, как развиваются эти отношения, закончились они или нет. Очень будет интересно. Вот вангую я, что вы что-то узнаете. Серьезно скажу, он себя проявит. Либо будет все хорошо, либо что-то вот такое экстра вылезет. Я все-таки про экстра, скорее всего. Тут много показателей таких тревожных, о чем есть под задуматься и проявления этой девушки, всякое такое. В общем, будет все видно. Вот такая история от анонима. Присылайте ваши. Если вы хотите в видео в таком формате ответ на ваше письмо анонимное, то почта, она у меня в инфобоксе под видео. Присылайте тему письма история от анонима. Если вам нужна индивидуальная, не публичная консультация со мной как психолога, то на почту тема письма консультация. Я вас проинформирую о условиях консультирования. Спасибо за внимание. Жду ваших писем, комментариев. До новых встреч. В следующих видео. Всем пока.